Всем привет! Меня зовут Оля Ермилова. В Киеве наконец-то наступила весна. Слышала, что в Москве она уже тоже пожаловала, ну и надеюсь, что в ваш город. Поэтому я уже надела солнцезащитные очки, дабы не жмуриться постоянно. Ну и что уж там скрывать? Скажу честно, я сейчас возвращаюсь с обеда, где я кормила свою дочь и сама заодно поела. А потом я зашла в комнату к своей старшей дочери, у которой был тихий час. Я прилегла рядом с ней на кровать ее волшебную. И подумала, не полежать ли мне, и уснула на полчаса. И знаете, это прекрасная новость, потому что я наконец-то научилась расслабляться, я научилась отдыхать даже посредине рабочего дня, и самое главное, ничего от этого не страдает. Да и вообще много прекрасных новостей, потому что сейчас я готовлю новые интереснейшие тренинги. В апреле я лечу в Грецию, кстати, на замечательное свадебное событие. Я вас тоже туда приглашаю, потому что мы там сможем вместе поваляться. Это вообще удивительно, потому что будет такое впервые, по крайней мере в моем опыте, когда мы сможем вместе жить в одном отеле, вместе ходить на завтрак, вместе проводить интереснейшее время на конференции, вместе ездить и смотреть разные площадки свадебные. Ну, вообще, очень интересный формат, и я очень рада, потому что еще и лечу со всей своей семьей большой. В общем, будет прекрасно. И это тоже хорошая новость. И знаете, сегодня вокруг очень много негатива, я об этом говорю, и, к сожалению, мне даже не нужно об этом говорить, так есть. И не хватает, не хватает чего-то доброго и позитивного. А так хочется слышать что-то хорошее, слышать, что происходит в жизни людей, слышать, что происходит в ваших жизнях. Ведь даже маленькая победа, она всегда порождает большую победу. И хороший день, улыбка ребенка, приятная покупка, заключение договора, рождение чего-либо нового – это прекрасная, замечательная новость. И я бы хотела предложить вам сделать такой марафон хороших новостей. Давайте-ка мы начнем это делать. Я не знаю, сколько он продлится, но мне бы хотелось, чтобы он длился всегда. Но, по крайней мере, мы начнем с вами делать это сегодня. Сегодня прямо у нас в Эдинг Лайв с перепостами в различные соцсети мы будем писать то доброе и хорошее, что происходит с нами. Просто с тегом «хорошие новости». Не важно, что это будет. Самое главное, чтобы от этого швеяло добром, и людям хотелось улыбаться и просто радоваться жизни, видя, зная, что сейчас происходят не только какие-то сложные экономические времена, а есть и очень много хорошего. Предлагаю вам присоединиться к такому флешмобу и сделать этот мир лучше. Ну, в общем-то, давайте начинать. Я сегодня в Эдинг Лайв тоже буду очень активно, обещаю вам. Все, всем до встречи. Я сейчас остановлюсь и выключу камеру. Пока!